Михаил Иванович, как мы знаем, сегодня в Общественной Палате Республики Хакасия проходили публичные слушания по теме «Надо ли заносить кедр в Красную книгу Хакасии или не надо?» К чему все-таки пришли все присутствующие на этих слушаниях? Расскажите нам, пожалуйста. По результатам голосования ситуация получилась такая. За был подан один голос, это замминистра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, господа Дадынская, против все остальные присутствующие. Возобладал разум. Что это значит? Это значит, что Хакасия не относится к тем регионам, где проблематично сохранение кедра как вида растения. Но в Хакасии остается очень проблемной дальнейшая судьба лесов в целом Хакасии. Это мое личное мнение, и об этом говорят учетные документы и те результаты наблюдений, которые ведутся. Значит, в Хакасии только 15% молодняков кедра, все остальное занимает приспевающая, спелая, перестойная леса. Тайга у нас больная, она захламлена, она сухостойна и требует серьезного подхода процесс омоложения лесов. Это значит, что все леса, которые потеряли насаждение, биологическую устойчивость, их нужно убирать и садить молодые леса. То есть вы сейчас выступаете за санитарные рубки кедра? Значит, я выступаю... Нет, вы понимаете, когда говорят про санитарные рубки, подразумевается, что сегодня будет рассматриваться вопрос законности, незаконности. Я выступаю за то, чтобы старые перестойные леса убирать, в каком виде это будет проводиться работа, для меня не важно. Важно, чтобы этот процесс пошел. Дело в том, что лесной кодекс Российской Федерации 2006 года, он заблокировал все сплошные рубки в лесах повышенного защитного значения. У нас сегодня вот тот сухостой, который стоит по малому Абакану, там в заповеднике, в водоохранных лесах, на территории заказников, вот этот сухостой, его рубить нельзя. Вы понимаете? А это пороховая бочка. Вы представьте себе, если вспыхнет вот этот хлам, который накапливался десятилетиями. А почему, собственно, рубить нельзя этот сухостой? А нельзя. Нормативные документы запрещают. Сплошные рубки запрещены в защитных лесах. Это требования лесного кодекса Российской Федерации. И требования тех нормативных документов, которые разработаны в развитии его. Значит, мои предложения прозвучали такие, что нужно сегодня министерству заниматься не словоблудием, а работать с федеральными структурами, чтобы получить разрешение на проведение опытно-производственных работ по замене перестойных лесов молодыми. Вот чем надо заниматься. А не бегать, показывать общественности, значит, свою бездеятельность по отношению к незаконным, к этим черным лесорубам так называемым. Вот. Они расписались в своей бессильности и все. Не способности выполнять поставленные задачи. Ведь проблема лесов не в том, что там, что такое вырубили 2-3 лесоседей там незаконно, законно, это капля в море, правильно? Ага. Ну, по отношению к 3 миллионам гектар лесного фонда, эти 30-40 гектар, это мелочь. Ну, с вами здесь можно поспорить. Ну, поспорить можно, вы знаете, я не говорю, что там можно закрыть глаза на все эти безобразия. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что проблема у нас, проблема более серьезная и страшная, чем пытаются вот ее связать с этими черными лесорубами. У нас очень серьезная, сегодня, когда я выступал, значит, я сразу сказал, есть ли у нас проблема кедра в Хакасии? Да, есть. И она настолько серьезна, я говорю, что вы не представляете, насколько серьезна проблема кедра. И она связана не с санитарными рубками, не с санитарными рубками, она и с санитарными связана, в конце концов, конечно, вот. Она связана с фактическим состоянием лесов. И об этом я уже говорю как бы не первый день. Я это говорил 10, 15, 20 лет назад. Я говорил о том, что нужно леса чистить и садить молодые, адаптированные. Ну, а что же вы вот не садили, когда вы работали и не чистили? Вы же были чиновником Минприроды? Вы же были? А мы работали. Мы работали, но, опять же, вот, вы знаете, мне в то время, в то время, значит, когда я пытался об этом говорить, мне рот затыкали административными граблями, вот. Значит, а то, что вот ездили мы, значит, на Карасиба вы ездили, вот, на эти санитарные рубки, вот. Те санитарные рубки проводились правильно, и надо было больше их проводить, и надо было проводить сплошными методами, но... Лесовосстановлением не занимались долгое время. Почему не занимались? Нет, зря вы так говорите. Вы проедете по лесосекам. Те вырубки, я сегодня говорил об этом, те сплошные вырубки, которые проводил Абазинский леспромхоз, это Верховья Анны, Орда Урочища, значит, по Карасуме, по Малому Оону, значит, они все возобновились. Они все молодые, кедрачи, вполне жизнеспособные. Я считал, в Верховьях Анны, сам лично считал, значит, в переводе на один гектар до 40 тысяч штук. Молодые деревья в кедру, вы представляете, это чища, через которую, это как трава на лугу густая. Это тоже нехорошо. Но дело не в этом. Дело в том, что те молодняки, которые сегодня поднимаются, они уже адаптированы к тем климатическим условиям, которые сложились в Хакасии. Вот. Вот что надо делать. И беда, беда вот кедрачей сегодня, да, это беда, к нам пришел и шестизубый короед. Сейчас пришел уссурийский полиграф. Это страшная вещь. Но почему-то, вы знаете, вот почему-то лесникам не верят. Вот я, когда начинаю на эту тему говорить, все говорят сразу, ты вроде в интересах лесного бизнеса, лесопромышленников. Да, дело не в лесных промышленниках. Дело в общем состоянии лесов. Вот в чем проблема. Поэтому тут возможности у нас есть. У нас в Хакасии питомники, вот мощность лесных питомников где-то раз, наверное, в пять или в шесть превышает потребности в посадочном материале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok